Хозяину дома следует брать самому и угощать гостей. Переесть можно или дозволено, однако это не должно стать привычкой и нормой. У кого есть пища двух, пусть возьмет третьего. У кого есть пища четырех, то пусть возьмет пятого. Ну и так далее. Каждый раз, когда мы брали кусочки еды, еда прибавлялась. Вообще вот эти случаи, они очень интересны. Интересны точки зрения быта, то, что мы разбираем, отношения, гость, хозяин дома. Вообще, что пророк ел, как у них было. Это все очень интересно. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами изучение рубрики фиг человеческих взаимоотношений. И мы с вами разбирали в прошлый раз раздел о том, как пророк, мир ему, относился к беднякам и нуждающимся. И мы с вами остановились на том удивительном случае, который произошел с Абу Хурейрой, когда будет доволен им Аллах, когда тот был очень голоден, и он с намеком обратился к Омару б'нар-Хаттабу, попрося его, чтобы тот зачитал ему определенный аят. Ну, с намеком, что он голоден, чтобы тот пригласил его домой, но тот не понял, не разобрался, не упоминаются эти причины. Зачитал ему этот аят и не пригласил, и затем, значит, пророк Саусалим увидел его и понял, что тот очень голоден, пригласил к себе. И, значит, у него в доме было лишь молоко, и пророк Саусалим сказал, пригласи всех жителей Суфы. А жители Суфы это были переселенцы, которые пребывали и пребывали в Медину, которые жили под навесом, у которых не было никого, ни двора. Их было немало, и вот пророк Саусалим сказал, пригласи. И Абу Хурейра даже подумал о том, как же так, молока мало, мне не достанется. В этом роде у него были мысли, но он, как это подобает сподвижнику, переборол свой навс, хотя он был очень голоден, очень упоминается, что он упал от голода, что его сворачивало, аж кишки, живот сворачивало. И этот случай указывает на чудо, чудо, да, что этим молоком напились абсолютно все, в том числе и Абу Хурейра, в том числе и пророк Саусалим, и огромное количество людей, еще оно осталось. И на этом случае мы остановились, это очень вкратце об этом случае. Теперь, какие выводы из этого всего следуют? Выводы из самого хадиса, очень интересные выводы. Я когда учился в Иордании, замечал просто у арабов такой обычай, есть традиция. Ты приходишь к ним в гости, и хозяин дома, что он делает, начинает, он все время обслуживает. Вот реально у них это так, чуть ли не этот, ну строго. Причем неважно, то есть это может быть богач, то есть богатый человек, но он лично сам ходит, всех угощает, то есть лично. То есть наливает, приносит и так далее. Не у всех, но многих, особенно, Машала, тех, которые переживают за студентов, заботятся за призыв в общем. Я все время думал, откуда это, то есть неужели это вот такой арабский быт традиция. А тут раз, и один из выводов, который следует из этого хадиса, именно указывает на это, и этот вывод берется именно из этого случая, который мы с вами сейчас привели, случаем с Абу Хурейрой. То есть вывод какой? О том, что хозяину дома следует брать самому и угощать гостей. Ну вот, очень коротко, если вывод, больше написано, я просто его укоротил, укороченно сформулировал. Почему? Потому что, то есть, пророк с Алацарем брал этот сосуд с молоком и сам передавал все время. Хотя он мог сказать Абу Хурейрой, да, отдай там. Нет, а он сам брал и передавал, брал и передавал, и там много людей было. Из-за того, что пророк с Алацарем сам постоянно брал и передавал каждому лично, такой вот делает вывод хадисоведы. Случай указывает на великое чудо, которое произошло малым количеством молока, напилилось огромное количество людей. Случай указывает этот на дозволенность есть досыта. Прям вот досыта некуда, да. То есть, случай указан на то, что переесть, вот так скажем так, да, можно или дозволенно. Но, почему? Вывод почему такой? Потому что Абу Хурейра сказал пророку, когда он настаивал, да, Абу Хурейра, пей еще, пей еще, пей еще, он что сказал? Ля аджиду лагум маслякан. Пророк, все, некуда, не заходит. То есть, исходя из этих слов Абу Хурейра, они советуют такой вот вывод. Делают, что переесть можно, но, смотрите, Вот Ахриру Наби Аля Далек, и пророк это утвердил, получается, да, Своими действиями, поступками, своей настойчивостью. Однако это Однако это не должно стать привычкой и нормой. Это обязательно. То есть, потому что многие мусульмане любят там брать что-то, Что понравится нафсу и все этим руководствоваться все время, да. Основа, это всегда есть недосыто. Вот основа. Основа есть таким образом, это уже неоднократно упоминали, Чтобы наш сосуд, то есть, желудок, Одна треть еды, одна треть воды, одна треть воздуха, И поэтому желательно сидеть сидя, Поэтому желательно сидеть, принимая, когда пишет, Правую ногу под себя, да, и это, в принципе, гарантировано. Вот это вот есть сунна. Это максимум. Смотрите, потому что хадисы, это же так проходит. Максимум. И надо, как сказал некий мудрый наш брат, В прошлый раз, Если человек Не доел, То есть, стал с чувством легкого голода, Значит, он наелся. Если человек встал с чувством того, что он наелся, Значит, он, Как там было у нас? Что он переел, да. Если он стал с чувством, что он переел, Значит, он отравился. То есть, Это, в принципе, наукой доказано. То есть, наукой доказано, Потому что, То есть, пока импульс пройдет до головного мозга, Анафс успокоится, Уже, как бы, Уже поздно, да. Ты уже Еще и еще Накидал В свой желудок еды. И питья, и так далее. Тогда, как пророк с алсамом говорит, Не наполнил сына Адама Сосуд хуже, Нежели свой живот, Нежели свое чрево. Это очень важные все моменты. Далее, На что указывает этот случай? Указывает этот случай на то, Что желательно всегда Скрывать свои потребности, Нужды. И это, как бы, Показывает, подчеркивает Уровень богобоязненности человека. То есть, Если у человека есть потребность, Это не означает, Что нельзя ее говорить. Смотрите. То есть, Иногда надо об этом говорить, Но нужным людям, В нужном месте. Но желательно, Если у человека есть Богобоязненность, Сниман, Скрывать ее, Не показывать, А намекать на нее. Как это сделал Абу Хурейр? Он был голоден, Ужасно, Но он, Что намекал. Не зачитаешь ли ты мне аят? Ну, Это был намек такой, Да? Он потом в этом же И признался ему. Случай указывает на то, В каком состоянии Жили сподвижники. То есть, Это были суровые времена. То есть, Абу Хурейр был настолько голоден, Что он упал от голода. Случай указывает на достоинство Абу Хурейры, На его вот, Чистоту, Простоту, На то, Что он послушался пророку, Как мы уже об этом упомянули. Это все указывает на его достоинство. Случай указывает на то, Что если человека пригласили в гости, Даже если его пригласили, Да? Например, Он обязательно должен постучаться И попросить разрешения войти. Мы упомянули, Потому что Абу Хурейр Шел вслед за пророком. И пророк вошел, Но тем не менее, Он постучался, Сказал, Можно ли войти. То есть, Это же интересный момент. Другой случай. Абу Хурейра говорит, Да будет доволен им Аллах. Как-то прошло три дня, И я вообще в рот ничего не брал. То есть, Ну, Вообще ничего не ел. Фаджи ту уриду, Я пришел, Опять же, К этому навесу, Сукфа. То есть, Быть может, Там что-то будет, Потому что кормили людей там, Заботились о них и так далее. Фаджааль ту аскуту. То есть, Я пришел, И я падал от голода. Опять Абу Хурейра горден, И падает от голода. Фаджааль ассабьяну инадулу, Дженна Абу Хурейра. И дети, Увидев это, Ну, Дети же, Начали говорить, Абу Хурейра сошел с ума. Ну, Дети. И тогда я начал им говорить, То есть, Детям в ответ, Да нет, Это вышел, Селис ума. Хатта, Интагейна илассуфа. Ну, То есть, Он дошел таким образом, Еле-еле до суфы. И он говорит, Абу Хурейра говорит, Фавафахту, Расуль Аллах, У тебя бикасхатин мин сарит. Я вот, Ну, Так получилось, Наткнулся, Увиделся с пророком, Саласалем, Который шел с тарелкой, В которой была похлебка. Сарит, Похлебка, Это кусочки мяса, Бульончик, То есть, С хлебом тоже накрошен. И пророк Саласалем позвал, Опять же, Всех, Те, Кто были под этим навесом. И они начали есть, Из этой тарелки. И я начал тянуться, Чтоб меня тоже пригласили. Пока люди не встали, А в тарелке уже было пусто. Чуть-чуть там что-то, Еды какой-то осталось. На краю. И пророк Саласалем собрал эти вот, Крошки, Ну, Что там осталось. Это стало вот, Таким, Кусочком еды. Люкма. И он взял это, Ну, Своими пальцами. Затем сказал, Ешь с именем Аллаха. И Абу Хурер говорит, Фауал леви нафсиби ядихи мазильту, А кулю минха хатта шабят. Кринус тем, В чьей длани душа моя, И я непрестанно ел ее, До тех пор, Пока не наелся. Приводит Ибн Хиббан, Хоть он и считается Слабым хадисом, Но тем не менее, Другие хадисы указывают На подобные случаи, Поэтому мы его приводим. Этот случай, Подобные случаи, То есть, В частности, Косвенно указывает на то, Что пророк, Саласалям, Постоянно созвал Бедняков, Нуждающихся. И если ему приносили Садака, То пророк, Саласалям, То есть, Сам не ел. Он мог быть ужасно голоден, Сам пророк, Но он не ел. То есть, Если ему приносили, Говорили, Что это подарок, Только тогда он ел. То есть, Почему? Потому что Аллах, Саласалям, Запретил посланник Аллаха Есть то, Что приносили В качестве милостыни. Это запрет был От Всевышнего Аллаха. И, в принципе, Случай с Сальманом Фариси Тоже на это указывают, Да будет доволен им Аллах. Сальман Фариси Всем известный Величайший сподвижник, Он был персом. История о принятии ислама Это вот прям Нечто такое, Я вам советую В подробностях прочитать. Она вот прям заряжает, Да? Как он попал в плен, Как он был порабощен, Как он бежал из родной семьи, Как его отец родной связал, Как он был сначала у христианина, И потом понял, Да, Потом попал ко второму христианину, Потом понял, Что этот второй, Ну, его наставник, Он, в принципе, Обдиратель людей, Да, Он там собирал у людей богатства, Где-то их прятал, И как он попадает, В общем, Туда, В Медину, И как его порабощают, А он знал от своего первого наставника, То есть, Искреннего христианина, О признаках пророка, Саласалям, О том, Что он принимает подарки, Не принимает садокаты, Милостыни, И у него есть печать пророчества Между лопатками. То есть, И вот этот случай, Как раз тут косвенно упоминается, Мы его тоже бегло упомянем, То есть, И когда пришел пророк, И Сальман узнал о том, Что пришел пророк, Мухаммад, Саласам, Он что сделал, Принес, Что-то, И сказал всем, О, Мухаммад, Это, Вот, Милостыня, То есть, Ешь, Я тебя угощаю, И пророк, Саласам взял, Но не притронулся сам, А раздал это все, Он сказал, Это один, Все, Одно сбылось, Потом, Следующий раз, Он опять принял, Сказал, О, Мухаммад, Это подарок, И пророк, Саласам сам понял, Что Сальман ищет, В принципе, Сказал, Наверное, Ты хочешь посмотреть на это, И сам оголил, Показал, И тот принимает ислам, В общем, А потом его сподвижники Выкупают из рабства, В общем, Этот случай, Те случаи указывают на то, Что Пророк Саласам Не ел милостыни, Это важный момент, Ему было это запрещено, Пророк, Саласам, Распоряжался, Побуждал сподвижников, Чтобы те Брали на себя, Там энное количество людей И кормили, Важный момент, Ибн Сирин говорит о том, Что если наступал вечер, Посланник Аллаху Саласам Распределял людей, Ахля Суфа, То есть те, Кто жили под навесом, Между своими сподвижниками, И было так, Что один человек Брал одного человека, Уводил одного человека, Один человек брал двух человек, В зависимости от ситуации, Положения, Третий брал троих, И пока он не упомянул десятерых, То есть были такие люди, Даже которые по десять Брали к себе домой, Чтобы накормить, И Аль-Хасан говорит о остатках, Если оставались люди, То есть, видимо, Они всегда оставались, Их было немало, Посланник Аллаху Саласам Забирал их к себе, Чтобы накормить, Чтобы накормить. И следующий случай, Аиша бун Тахфа-ль-Гфари, Говорит, Мой отец был одним из тех, Кто был Мин Асхабу Суфу, То есть, Те, кто жил под навесом, Фа Амара Расулла Саласам бихим, Пророк Саласам велел позвать их, И он начал, Опять же, Их распределять, И он говорит, Хаття бақиту хамиса хамса, И остались пятеро, И Пророк Саласам сказал, Инталлику, Идемте, И мы, Он говорит, Пошли вместе с ним, В дом Аиши, То есть, Пророк Саласам забрал остаток, Вот этих пятерых людей, В дом Аиши, Родай Аллахан, То есть, И он пришел, И сказал, О Аиша, Накорми нас, Вообще, Вот эти случаи, Они очень интересны, Интересны точки зрения быта, То, Что мы разбираем, Да, Отношения, Гость, Хозяин дома, Вообще, Что Пророк ел, Как у них было, Это все очень интересно, Все тонкости, Детали, Что сейчас, Тоже очень модно стало обсуждать, Что можно есть, Что нельзя есть, Что вредно есть, Что полезно есть, И так далее, А вот что ел Пророк Саласум, А что ели сподвижники, Да, Так вот, И он говорит, Передатчик этого, Хадиса, Сообщение, Говорит, Фаджа, Фаджа, Би, Хашиша, Факальна, Аиша, Пронесла, Блюдо, Которое, Называлось, Хашиша, Хашиша, Это, Такой суп, Пшени, Пшеничный, Суп, Пшеничный, Суп, Его готовили из муки, Углеводы, Углеводы, Ну, Это всем любителям Всяких различных диет, Образов питания, И так далее, Режимов питания, В нем туда даже Кидали, Значит, Мясо тоже Или финики, То есть, Мука получается с мясом Или с финиками, О, И мы поели, Затем она принесла Хиса, Тоже блюдо, Что такое хиса, Что за блюдо, Это блюдо, Тоже такая каша Или суп, В общем, Ее готовили Из фиников, Из ячменя, Из сыра И масла, Все это перемешивалось, Вот это все Называлось Хиса, Но ее было мало, Мифлюл-ката, То есть, Очень мало, С размера куропатки, Ката это куропатка, Факальна, И мы тоже ее поели, Говорит, Сумма каль, Затем пророк, Салсалям сказал, Я Айше скина, Ну Айше напои нас, И она принесла Русь, Русь, Это что, Такой огромный кубок, И мы попили, Затем она принесла Маленькую чашку, В которой было молоко, И мы попили, И тогда посланник, Аллах, Салсалям, Сказал, Кстати, Когда я говорю молоко, Не обязательно, Чтобы это было молоко, Потому что арабская лябана, Это может быть кислое молоко, Может быть обычное молоко, Тоже неизвестно, Ну, имеется ввиду, Вот этот кисляк, Или как у нас называют, Катар, Катар, Кефир, Да, Да, Факаля, Расуль, Аллах, Салсалям, И посланник, Аллах, Салсалям, Сказал, Иншет, Тумбиттум, Если вы желаете, Гостеприимство, Щедрость, Посланник, Можете переночевать, То есть у меня остаться, Иншет, Тумталак, Тумляль, Желаете, Можете пойти в мечеть, И они сказали, Нет, Мы пойдем в мечеть, Вот такой интересный случай, С интересными деталями, И посланник Аллах, Салсалям, Как я уже упомянул, Он побуждал своих сподвижников, То есть заботиться о нуждающихся, о бедных, по сути, нищих людях, Следующий пример, Также указывает на это, Он вообще очень насыщенный, Очень-очень, Всякими уроками, Потому что он касается Абубакара, Его сына, Вообще семьи, Взаимоотношения между Абубакаром, Пророком, Внутри семьи, Взаимоотношениями, Абдурахман ибн Абубакар, То есть сын Абубакар Абдурахман, Говорит, Передает это сообщение, Жители Суфы были бедными, Нуждающимися людьми, И посланник Аллаху Салсалам однажды сказал, У кого есть пища двух, Пусть возьмет третьего, У кого есть пища четырех, То пусть возьмет пятого, Ну и так далее, да, И он говорит, И пророк Салсалам взял десятерых, То есть посланник Аллаху Салсалам взял с собой Десять человек и повел, Абубакар взял с собой трех, Ну и он говорит, И мы там были, То есть я был, И моя мама была, И моя супруга была, И был слуга, Который ходил между домом пророка, А эти дома были рядом, И домом Абубакар. Это все расскажет Абдурахман, Иван Абубакар. Дальше говорит Абдурахман, Сын Абубакара, Но у моего отца, Говорит, Привычка была ночью Уходить к пророку беседовать, Близкий пророк Салсалам, То есть близкий друг пророка был, Абубакар. И он говорит, И он ушел, То есть Абубакар ушел, То есть гостей, Получается, Оставил и ушел, Тоже важный момент, Потому что это все выводы, Потом мы на них сконцентрируем Ваше внимание. То есть отец уходит и говорит сыну, То есть накорми, Напои и отпусти, То есть проводи гостей До того, как я приду, То есть дает ему четкое повеление, То есть эмир берет, И он говорит, То есть вот наступил вечер, И вот мы принесли угощение, Абдурахман говорит, Но они, То есть гости, Отказались есть. Нестандартная ситуация. Отказались есть, Почему? Потому что хозяина нет. Видимо, постеснялись, Подумали, Будет некрасиво, Или еще что-то. И они что сказали? То есть мы не будем есть до тех пор, Пока не придет хозяин дома, И не поесть с нами. А я сказал им, Абдурахман говорит, Я им сказал, Абубакр очень суровый человек, Жесткий человек, Спыльчивый, да? На самом деле, Абубакр был мягким, Но он пытается выполнить задание, Которое ему отец поставил. Но если вы это не сделаете, То есть я боюсь, Что он меня накажет. И Абдурахман говорит, Они все равно отказались. Отказались и все. Уперлись, говорят, Не будем есть, Пока Абубакр не придет. Абдурахман говорит, Абубакр поужинал у пророка. А не, он констатирует, Абубакр поужинал у пророка. Затем он остался, Пока Иша не помолились. То есть последний намаз. Затем он вернулся. Затем он остался, Пока посланник Аллаху не стал дремать, Засыпать. То есть все это время он был с пророком, Получается. И после того, Как уже часть ночи прошла, Столько, сколько пожелает, Он вернулся. А они все сидели дома, У Абубакра, получается, гости. То есть он вернулся, И что обнаружил? Гости сидят, не поели. Естественно, что, Как и Абдурахман предполагал, Он разозлился. Ау ма ащейту, Ау ма ащейту мугум. Вы разве их не покормили? То есть ужин не дали? То есть он задает вопрос жене. Калят, Абу хатта таджиа. Они отказались до тех пор, Пока ты не придешь. Им было предложено, Но они настояли. И тогда он сказал сыну, То есть, Почему ты их не накормил? То есть уже начал Вскипать Абу Бакр. Я раз тебе не сказал их накормить, Абдурахман Испугался, Что его накажут, И даже скрылся и спрятался. Это упоминается. Калят Абдурахман, Фадхабту ана фахтабат. Абдурахман говорит, Я ушел и спрятался. И тогда Абу Бакр совсем скипел. Сказал, Я гунфур. То есть невежда. Невежда. Он невежда. Самый мягкий перевод. И он начал ругать. То есть ругать сына начал. И опять он сказал, Невежда. Я тебе заклинаю Аллахом, Где ты? Он спрятал же, Его нету. Если ты слышишь мой сейчас вот голос, Приди сюда. То есть отец злой, Хочет наказать сына. И Абдурахман говорит, Я пришел и сказал, Клянусь Аллахом, Нет у меня вины. Я не виноват. О, папа, я не виноват. Это твои гости. И спроси у них. Ну, я ни при чем. Я принес им угощение. Они отказались есть до тех пор, Пока ты не придешь. Ну, и действительно гости сказали, Да, он прав. Он прав. То есть гости подтвердили это. Абдурахм, Абубакр говорит, Почему же вы не приняли от нас угощение? Теперь Абубакр клянется. Тоже важный момент. То есть он серьезно клянется? За то, что он вскипел, Такой случай произошел. Клянусь Аллахом, Я не буду это есть уже ночью. То есть не буду есть с вами. И они поклялись. Конфликт клятв произошел. Кстати, стандартная ситуация на Востоке. Клянемся Аллахом, Мы не будем есть до тех пор, Пока ты не поешь с нами. То есть Абубакр клянется, Что он не будет есть. Эти клянются, Что они не будут есть. Конфликт. Халя Абубакр. Ну, тут Абубакр, видимо, понял. Понял. Аллах ему дал понять. Он понял, что надо уступить. То есть в вопросе клятвы. Он сказал, Наверное, это клятва была от шайтана. Он сказал, принесите еду. И все. Он бессмеля сказал, И начал есть. И они поели. И что дальше, говорит Абдурахман? Смотрите, удивительный случай. Абдурахман говорит, Клянусь Аллахом. Каждый раз, когда мы брали кусочки еды, Еда прибавлялась. Берут кусочки еды, Еда прибавляется. Снизу прибавляется еда, Больше, чем было. Пока мы не наелись. Все. И еды стало больше, чем было, До того, как они начали есть. Абубакр посмотрел на еду и удивился. Ну, удивился. И сказал своей жене. Я ухта бенуфирас, мегада. Ну, то есть, не понял сначала, да? Почему так? И первый вопрос, кому жене? Она же готовила. О! Дочь бенуфирас. Что это? Почему так? Калят, Валя куррата айни, Лахия л'ан, Аксару минха, Кабля залика, Би саласа мирар. Ва куррата айни, Прохлада моих очей. Интересно, да, Как они общались? Лахия л'ан, Это еда, Больше, В три раза, Нежели было, Как я ее принесла. Затем понесли эту еду К посланнику Аллаха. То есть, Абубакр принес эту еду К посланнику Аллаха. И сказал, О, посланник Аллаха, Но его мучила совесть. В каком смысле мучила совесть? Он же поклялся и нарушил клятву. Вот это его мучило. Ну, это Субханаллах. Сподвижник, величайший сподвижник. И он сказал, О, посланник Аллаха, Барру, Они оправдали свою клятву, А я нарушил свою клятву. Ну, и рассказал это все. И пророк саласом его успокоил. Фа кааль, Баль анта абаррухум ахярух. Ты на самом деле Лучше всех сохранил клятву. Ты лучший. Ты лучше них. То есть, он его успокоил. Почему? Потому что, то есть, Если клятва дана, И клятва мешает благочестивому поступку, В принципе, можно ее нарушить. В этом нет ничего такого. Это всем известный факт. Каля абдуррахман. Абдуррахман говорит. Ну, и так далее, в принципе. Здесь случай заканчивается. Вот такой длинный случай. На этом остановимся. И он приводится. Да. Приводится у Бухари, у Муслима и у Ахмада. Вот этот случай. Теперь выводы. Какие выводы у нас? Важные выводы. Из этого случая. Это желательность кормить досыта бедных, нуждающихся людей. То есть, приглашать их. Чувство солидарности проявлять. Заботиться о них. Поэтому, да, пророк социальным постоянно этим занимался. Побуждал своих сподвижников. То есть, говорил, у кого есть еда на двух, пусть третьего возьмет. И так далее. Случай указывает на Людфу Аллаху та Аля бе Аулияхи. На доброту Всевышнего Аллаха. Заботу Аллаха к своим приближенным рабам. А кто приближенные рабы? А Аулия Аллаху кто такие? По определению Аллаха. Те, которые являются верующими. Те, которые являются богобоязненными. Это есть аят об этом, да? Достоинство указывает на качество такой исар. Исар это, как мы переводим постоянно? Это когда ты кому-то предпочтение отдаешь перед собой. Альтруизм, да? В русском, ну, к сожалению, нет такого понятия. Случай указывает о том, что о том, что бедняки нуждающиеся прибегали к мечети, да? Обращались к мечети. Ушли в мечети. Тоже интересный момент. И что это, ну, это норма и так должно быть. К сожалению, вот это меня очень сильно задело. Задело, когда я в Гордане учился, помню. Поехали в какое-то село. Вот. Тогда не было мобильных. Мы искали друзей с Крыма. Там мечеть была. Ну, в реальный случай, пожалуйста. И мы пошли в мечеть. Хотели, думали, там останемся. На ночь. А нам запретили. Сказали, нет. Мечеть закрыта должна быть. И так далее. Хотя, ну, мобильных не было тогда и так далее. В современное время, конечно, проще все. Тогда было сложно. Случай указывает тоже важный момент. Эль-Гейба ан-ил-Агль что хозяин дома дозволено ему удалиться, если гости даже у него есть. Ну, есть, естественно, родственники мужского пола, который на храме является и тому подобное. То есть, если есть угощение, все продумано, запланировано, то хозяин дома, в принципе, может уйти. В этом нет ничего такого страшного. Потому что Абабакр удалился, ушел. Но оставил своего сына и сказал сделать то-то-то-то. Случай указывает на дозволенность поступать жене. То есть, если муж там пригласил гостей, так как она там посчитает правильным и нужным, имеется в виду накормить, не спрашивая отдельно разрешения у мужа. То есть, такой вот тоже момент. Вывод делается отсюда. Случай указывает на дозволенность отцу ругать сына. Абабакр же поругался. Причем жестко. Тем более, если там речь идет о каких-то благих поступках, а тот не сделал то, что надо было. Случай указывает на то, что дозволенно клясться в оставлении дозволенного. Потому что Абабакр да, поклялся. И они поклялись, хотя они поклялись относительно дозволенного. Они могли, что тот поесть, что этот поесть. Случай указывает на то, что можно нарушить клятву, если была дана. Ну, естественно, по понятным причинам. Случай указывает на то, что следует показывать еду, в которой проявился баракат. То есть, уважаемым старшим людям, как это сделал Абабакр, то есть, понес пророку соусы. Случай указывает на том, что можно действовать бездонно в галиб. То есть, что можно принимать решение и действовать, основываясь на предположении, которое перевешивает то есть зону л-галиб. Имеется в виду, человек не уверен до конца, то есть, но у него это предположение, оно сильное. То есть, человек может предполагать, но он может сомневаться. Он может предполагать, но его предположение может быть сильным. То есть, ну, вот такой момент. Это такой термин в фикхе, в исламском праве используется зачастую. Аблону л-галиб. Поэтому мы что говорим? То есть, если человек там уверен, то есть, помнит, знает, как он принимал омовение, то есть, ну, сомневается, испортил он омовение, нарушил он омовение. То есть, он берет что? То, что он принял омовение. Может быть, не совсем удачный пример, но тут Аблону л-галиб. То есть, оно предположение, но оно сильное, устойчивое предположение. Потому что Абу Бакр не был уверен до конца. Но, тем не менее, он что сделал? Поругал своего сына. Это имеется в виду. Случай указано то, что пророк со своим был очень щедрым. Потому что, если там люди приглашали по два, по три, он пригласил десятерых. И на этом мы остановимся. Иншаллах, вот такие интересные у нас случаи. Мы будем разбирать и разбирать. Таких случаев очень много будет. Иншаллах. Ва саллиллаху ма ля набиина Мухаммад ва ля ри ва салфи и аж маим. Иншаллах, в следующий раз продолжим. Мухаммад 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 Мухаммад